Здравствуйте, уважаемые пятиклассники, а также гости моих каналов. Мы продолжаем в терминах и понятиях повторять историю Древнего Рима. Термин агрименсар, что в переводе означает землемер. По сути агрименсар, его короткое определение это древнеримский землемер. У древних римлян измерение полей и пашин долгое время было специальным искусством агрименсаров, то есть землемеров, которые к концу республики соединились в отдельную корпорацию. Во времена империи, когда само имя агрименсар было почетным, они сделались государственными чиновниками, которые образовали многочисленное и сильное сословие. Наряду с грамматиками по названию геодезического инструмента грома, таким же почетным было и имя агрименсар. Кроме, собственно, геометрических операций, таких как измерение установки ограниченных камней, съемки планов и введения межевой книги, агрименсары должны были высказывать свои мнения в юридических вопросах, возникавших по поводу земельной собственности, и при спорах, в которых был замешан вопрос о границах, а также они исполняли обязанности земского судья. Познания, нужные для них, состояли из смеси геометрических, юридических и религиозных понятий, заимствованных отчасти изучения Афгуров, преподавались во времена империи в особых школах. Преподавание вело за собой образование особой системы и своеобразной литературы, от которой дошли до нас только отрывочные фрагменты первых и шестых веков новой эры. Старейший из агрименсаров писателей был Секст Юлий Фронтин. Кроме того, имеются произведения таких авторов, как Бальба, Гигина Грамматика, Секула Флака, а в позднейшее время Марка Юния Нипса, и Иннокентия, а также Агена Урбика. Спасибо за внимание. Следующее понятие. Пятое. Адверсарии. По-русски книги о сделках. Рассмотрим в следующем термине. До свидания.